Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу подозвоним Зуба. Сегодня будем играть за героиню Звездную Каалу Кейли. Посмотрим её сегодня в боях. Как её ухудшили, ухудшили её сильно достаточно по уронам, понизили там прилично, плюс здоровье вроде бы ещё унизили. Унизили? Говорю, как есть, да, ребят? Ну, приедем, давайте пойдёмся по... Потому что осталось. Там ещё, кстати, идёт огненная акция. Да, там нужно три уровня взять из тех пяти персонажей. Ну, в общем, не знаю, как это, зачем сделано, но, в общем, вот. К тому интересно, конечно, очень, да? Дальше, ребят, у нас магазин немножко изменяется потихоньку, да? Хочу вам показать. Ну, в общем, здесь уже гемов много не дают. Вот я сегодня увидел максимальное, так сказать, предложение по гемам это 303 тысячи. То есть постепенно разработчики уменьшают количество гемов. Правда, я не знаю, что делать с людьми, у которых миллионы, вопрос, да? Возможно, просто подкрутят магазин специально. Ну, просто вам покажу, чтобы вы понимали, да, о чём я говорю. Вот, видите? Помните, этот набор недавно стоил там 30 тысяч гемов, да, вроде как? Так, уже 77, ну, как бы. Только вопрос, зачем они всем подкрутят, если могли бы подкрутить только тем, у кого количество определенных гемов на счету. Вот, интересно, да? Было бы вообще классно, если бы это так рассчитывалось, типа, у вас много гемов, у вас, поэтому цена выше. Ну, тогда можно было бузить, как бы это, держать мало гемов, закинул себе там, на какую-нибудь штуку купил быстренько и всё такое. Ну, в общем, ладно, это дело такое, вы же понимаете, разработчики зуба, они умеют, да, в гениальные идеи. Давайте зайдём в лабиринт, там я, кстати, про Ивет, наверное, вроде бы вчера не говорил, но он, если честно, такой себе. Лабиринт, как и лабиринт, в принципе, это второй лабиринт. Посмотрим, сколько придёт лабиринтов до нормального одного, но, опять же, всё зависит от того, когда разработчики завезут нормальный лабиринт, они там могут его завести буквально хоть завтра, да, а могут не завести ещё месяц, ну, как бы. Это стандартно-практично, но в любом случае, нормальный лабиринт нужно проходить, потому что там буквально за 120 гемов можно залутать хотя бы изумрудный сундук, да, а изумрудный сундук это уже неплохо. С 120 гемов, в принципе, можно получить даже за рейтинг, да, за тот же Вет можно кое-как получить, кривовато, конечно, но можно. И по итогу, ну, неплохой вариант, всё-таки, за 120 гемов там изумрудный сундук, без остальные награды вы ещё получаете, да, это хорош, хорош, но не всегда, да, бывает наградки, конечно, собираются такие, если ты такой смотришь, не, такое мы делать не будем, и сворачиваешь. Но бывает, что вот такие лабиринты, где вот, ну, хорошие, да, где можно пройти там до 15 уровня без ботов практически или с одним, бывают такие лабиринты, что можно и до 20 пройти без единого бота. Да, такое бывает, но слишком редко, это прям супер, только, не знаю, наверное, возможно, везение всё-таки там где-то есть, где-то всё-таки разработчики оставляют шанс везения, да, без места подкрутки. Но маловероятно, конечно, вот сейчас, смотрите, ребятки, бот будет. Откуда я это знал, да, смотрю в будущее, смотрю в будущее, ну, тут либо сейчас, либо на девятом уровне, тут без вариантов был, ну, в любом случае, подкручен лабиринт, просто показываю вам, чтобы вы знали, что его открывать даже нет смысла, или там до пятёрочки дошли, наградки золотали и ушли, красиво, да, ну, или там до семёрочки, на восьмёрочки, на девяточки, стабильно оно попадает, и на шестёрки бывает, ну, в общем, ладно, смотрите сами, где останавливаться. По поводу вента, вот он, вот такой вот, видите, очень длинный, да, это первый минус, второй минус это то, что очки, если за бронзовый сантур просят 85 очков, но это много, это значит дальше ничего хорошего вам не светит, я вам так скажу, ну, и плюс очки набиваются, видите, по 10, по 10 всего лишь, плюс вам нужны скины, вот эти вот огненные, да, ну, и плюс 1 килл за убийство без скина, ну, и 20 очков за вход в бой, и того, ну, что, 10 киллов, 120 очков, ну, мало, мало для такого ивента, как по мне, хотя можно, конечно, предположить, что здесь по 100 чем-то очков, но вообще-то я в этом сомневаюсь очень сильно, поэтому ивент этот не прохожу, бесполезный, ну, и вроде бы всё, погнали смотреть к аула, давайте быстренько вкратце пройдёмте по изменениям, чтобы знать, что изменили, здоровье, здоровье уменьшили с 1550 до 1400, то есть 150 хп-шки стандартные уменьшили, ну, там, которые эскалируются, там, по 15% за уровень, ну, понимаете, да, и вот стало 9900, ну, много это или мало, ну, с чем бы сравнить, у нас, у меня, точнее, 15 уровня нету, давайте с ехидной 16 сравним, посмотрим, 9700, ну, слушайте, хп больше, чем у ехидной, так, это неплохо получается, но ехидной все-таки дальний бой, калу у нас все-таки более ближний, наверное, хотя сложно сказать, какой-нибудь тут ближний бой, ладно, давайте взглянем на другие параметры, оружие, два оружия изменили, это лук и копьё, с лука урон уменьшили с 80 до 65, то есть, ну, да, стартовый урон уменьшили с 80 до 65, то есть каждой пульки, ну, сколько это, это процентов 20, да, сняли урона, ну, как бы это много, 20% урона с лука у кала отлетело, как вам, нормально, да, но это еще не все, и еще копьем, вот с копьем вообще печалька, было 240 урона, где оно тут, вот копьё, было 240 урона, стало, чтобы понимали, 100, 150, 90 урона, это, наверное, треть, наверное, сняли, если не больше, 35, возможно, процентов сняли, я просто не считаю, как бы, может, даже 40 процентов сняли, ну, это прям вообще, ребят, было 240, стало на 90 меньше, жесть, вот настолько уменьшили копьё по урону, хотя, опять же, копьё у келли тут, конечно, имба на всю карту, но, немножко неприятно по урону что-то сильно урезали, но, посмотрим сегодня, насколько это будет влиять, келли как бы и так, плюс-минус, неиграбельная была в ближнем бою, если честно, то есть, какой-нибудь адекватный игрок, который просто идёт с ней, сближается в ближний бой, он её уничтожал за секунду, вот честно, ребятки, просто за секунду уничтожал, она не выдерживает ни урона, ни ближнего боя, и поэтому, как бы, когда против, ну, когда, если келли просто приблизится, начать её разваливать, то там всё без шансов будет, просто всё без шансов, и для неё, конечно же, возможно, на более высоком уровне, с более адекватными командами, это игралось посильнее, в плане того, что, ну, келли держала дистанцию, там, команды более-менее себя вели адекватно, да, и поэтому Никса за феромоним, закинем урончик, вроде получилось раздамажить, тут ботик у нас легендарный нам помог, молодец, хамелеон зараза добил походу бота, гад, на хамелеоне, выпал только дробовик, к сожалению, я бы хотел, чтобы выпало что-то другое, но, что-то другое не выпало, да, легендарной копьё бы хотя бы, вот там противнички бегут, давайте к ним побежим, хотя у нас там бакс, можно пока что подождать, я, видите, вот на келли немножко играю с феромонами, да, то есть, ну, вот так и получается, ну, вот, кстати, копьё, да, ну, можно, в принципе, вот так вот играть, да, немножко постоять все-таки турельки, ну, то есть, точнее, на своем состоянии, да, поделать движ, в активного, кстати, очень долго перезаряжается, ты себе как стирамон, то есть, они одновременно заканчивают перезарядку, на всякий случай поставлю капканье, не знаю, почему тут тоже, но поставим, а то мало ли, вдруг бы щиток не золотали, ну, команду, вы сами видите, так, такая себе, да, ну, как, как это, какая команда может быть, какая команда может быть, верите, куда автотака пошла, да, автотака пошла вот туда, у меня есть кассеточка на келе, поэтому, в принципе, я могу реализовать, неплохо так могу реализовать, однако, сейчас не знаю, как ловить, видите, они разбежались, все противничка, к сожалению, разбежались, снесли мы, Джейд, прекрасно, такую вещь, как аптечка, да, А Джейд опять быкует, опять быкует, наивная Джейд, конечно, тут по-другому не скажешь, ну, сандалий святовых, понимаете, да, на Джейд, на Джейду, которая сейчас такие негодования по поводу того, что она не возит, что ей нужны другие предметы, более сильные, более мощные, все такое, да, но, к сожалению, к сожалению, этого не случается, заметьте, как Акулкин прыгнул под мои кассеточки, да, красавчик, просто красавчик, три кассеточки были закинуты, он под них прыгнул, лучший! просто лучший, да, ох уж эти друзья, которые играют зубов, очень молодцы, конечно, все дела, закидываем урончик, гранатки, там все дела, в Рави ги закинем лук, который не попал, конечно, копье, бачок ивается в Рави, Рави такой, а что такое, у нас тут обрывается, не, я ничего не вижу, подождем, подождем, пока умрем, просто, бак бежит на Рави, Рави такой стоит, смотрит, что же делать, отойти, убить бака или ничего не делать, или пойти вперед и ничего не делать, ммм, пойти вперед ничего не делать, выглядит красиво, надо выиспользовать, понимаете, да, 14 уровень, если что, 14, не первый, не второй, не восьмой, да, не десятый, 14, ну, как бы вот, печальное зрелище, ребятки, да, оно такое, ну, мы продолжаем, что, у нас прекрасная Кейли, который нажимает одну кнопку и начинается ад для противников, ну, что ему сказать, конечно, когда с такими вот играешь, сложно оценить адекватность персонажа, сложно оценить на миллион процентов, потому что, ну, сами видите, да, как играется, это даже игрой назвать сложно, ты просто нажимаешь на кнопку и потом нажимаешь другие кнопки, как бы, противники просто ничего не делают, ну, ну, вот, да, такова реальность, ребятки, слишком она такова, он у нас, кофе любые, плееры всякие бегают, ну, вы понимаете, конец второй недели, очень интересный конец, так, ну, что, надо ускориться, у нас тут противники уже рядом, скорее всего, уже скоро будут, надо получить преимущество против этих друзей, мой сквад, постоим немножечко, постоим немножечко, решили они и стоят, и стоят, других слов, постоим, там, какой-то панда залутал легендарную гранату, интересно, сможет он реализовать или нет, мы сейчас узнаем, наверное, будем пытаться сейчас быковать, я, в общем, сейчас буду играть, но более осторожно, то есть, будем пытаться байтить на противника, который будет подбегать в ближний бой, ну, потому что Келли, в принципе, в дальнем бою, в любом случае, разваливает, не всех, конечно, но что-то да сможет сделать, все-таки, Никс, кстати, посмотрите, как красиво выглядит золотой скин, возможно, кстати, золотой скин немножко подкрутили по виду красивому, и теперь он это самое, супер красивый стал, гранатки, кстати, поджечь залетают красиво, и копьем, смотрите, как смотрится, он прям блестит, видите, или, или так и раньше было, в общем, я что-то, походу, давно золотой скин не брал на Никса, надо бы посмотреть будет, так, ну, что, противники сбежали от нас, ясное дело, очень скиловые, однако, у нас даже, смотрите, ожило, 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 друг на Ехидне, первого уровня, блин, ну, не знаю, не знаю, Брюсик здесь у нас бегает, красивый такой, весь красивый Брюсик, вот, видите, в ближний бой начали с Келли как бы драться, и все, и ты не вывозишь просто, уже просто не вывозишь, никаким образом не возишь, кстати, меня сейчас только что сбили, каким навыком, мне сейчас нужно, кстати, в кустах драться, потому что у Келли есть преимущество в кустах, очень сильное, по урону, точнее, бонус по урону в кустах у Келли есть, и его нужно использовать, не знаю, смогу ли я спасти свою команду или нет, ну, да, Джейд, конечно же, золотая, оптечка, конечно же, конечно же, Джейд это сделала, моя команда, конечно же, умирает, конечно же, а что они им, что могут делать, как не умирать, да, же так логично, бесполезные животные, ну, чем сказать, если бы эти животные не играли со мной вместе в бою, а просто умерли бы в зоне в самом начале, я бы выиграл, потому что у противника бы не было оптечек, я бы спокойно развалил, но, 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 у противника были оптечки, потому что животные из моей команды решили им их подарить, просто так, да, ребятки, это конец второй недели, тут говорить больше не о чем, просто конец второй недели, вы это все сами, в принципе, видите, игроки в зубу, вот, знаете, есть один момент в игре, когда можно немножко, чуть-чуть буквально адекватно поиграть, это, ну, с рандомами имею в виду, это начало сброса рейтинга, все, после там буквально двух-трех дней, все, накрывается рандом больными животными и дальше невозможно играть там до 1800 лет, примерно, вот такая вот жизнь, конечно, если вы будете играть с адекватным складом, вам без разницы, хотя против вас могут сейчас другие адекватные склады, будет, конечно, и весело, интересно, но это случается, если играть с рандомами, конечно, слишком редко, потому что, если после противостояния нет, точнее, адекватный склад, то вы играете буквально секунд 10, потом вы умираете, потому что когда твоя команда не способна нажать на кнопку, это все, это приговоры, и, к сожалению, они этого не способны, поэтому рядку будем заканчивать, если видео вам понравилось, подписывайтесь, остались в комментарии, будем ждать от разработчика великий баланс, который никогда не придет, и всем пока-пока!